Ола, амигос, на связи Матвей. Внезапно, под конец 2020 года, Apple решили сделать небольшой подарок разработчикам приложений и игр в App Store. А именно, они хотят снизить налог на доход разработчика с 30% до 15%. Точнее, уже начали снижать. И как они заявляют, это никак не связано с конфликтом Epic Games. Просто такой вот новогодний подарок разработчикам в App Store. Неужели это означает, что Fortnite скоро снова появится на всех iOS-устройствах? Предлагаю в этом сегодня разобраться. Ну а перед тем, как мы перейдем к сегодняшней теме, если вы впервые на моем канале, и если вы так же, как и я, играете в Fortnite Mobile, да даже если вы играете в Fortnite на любой другой платформе, обязательно оформите подписку. Тут вы найдете лучший контент по Fortnite Mobile, и не только. Если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня, это мой тегавтор Мотивкар в вашем жде в магазине Fortnite. Смело водите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрины ваших покупок своим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВК. Ссылка в описании. Так вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята, в конце видео. Ну а если у вас нету ВК, вы также можете добавлять скрины ваших покупок с мим тегом в специальный канал в нашем Discord сервере. Все ссылки вы найдете в описании. Ну а теперь, после небольшой саморекламы, предлагаю разобраться, какие нововведения для своих разработчиков в App Store ввели Apple, и когда мы все же снова сможем поиграть в Fortnite на iOS-устройствах. В общем, да, ребят, это не кликбейт, это не фейк-ньюс. Apple реально начали снижать комиссию App Store для разработчиков. Значит ли это, что скоро мы снова сможем увидеть Fortnite в магазине приложений от Apple? Не все так однозначно, и здесь есть несколько вопросов. Во-первых, удовлетворят ли 15% компанию Epic Games? Вроде как должны, потому что эпики сами заявляли, чтобы Apple снизили свою комиссию с 30 до 15%, но кто знает, может они продолжат наглеть и попросят вообще ее убрать, ну или там снизить хотя бы в два раза. Во-вторых, если Epic Games все-таки понравится данное предложение от Apple, мы все же не сможем увидеть Fortnite в App Store не раньше, чем в феврале 2021 года. Потому что именно в феврале следующего года назначено следующее заседание по поводу дела Apple и Epic Games. Такие крупные дела за один день и за неделю никак не решишь, поэтому нужно время. Ну а теперь самый главный нюанс этой новости. И вправду, Apple объявила о снижении комиссии для разработчиков, но для разработчиков, чей доход от продаж в App Store не превышает 1 миллион долларов в год. Ну а как мы знаем, эпики только с одного дня продажи добычицы в ежедневном магазине Fortnite рубят больше, чем миллион долларов. Так что они тут сразу пролетают. Но все же не стоит расстраиваться, ведь здесь есть два исхода события. Первый оптимистический. Чисто теоретически эпики могут вернуть Fortnite на iOS, при этом убрать весь донат, который присутствует на данной платформе. И, например, так как у них мультиплатформенная игра, сделать донат, например, через сайт Epic Games, где вы сможете отдельно покупать вебаксы, но заходя в него через браузер. Тогда по факту в игру вы не будете вливать ни одного рубля. И доход, соответственно, от приложения будет фиксироваться нулевым. Но при этом, донача через сайт Epic Games, вы все-таки будете приносить некую прибыль компании, но при этом обходя такой небольшой закон от Apple. Цены на вебаксы тогда будут такие же, как и на других платформах, и все вернется на свои места. Это более вероятный исход события, потому что эпики уже проворачивают подобную махинацию, но только Fortnite на Android. Ставь лайк на видео, если хочешь подробное видео, как донатить Fortnite на Android. Ну а доход от скачивания приложений эпики могут как-то пофиксить и каким-то чудом выйти на менее чем 1 миллион долларов в год. Этот вариант событий актуален, если эпики еще не забыли про мобильный комьюнити Fortnite и до сих пор нас помнят. Но есть и плохой вариант события, после которого мы убедимся, что эпики прожорливая компанией и очень сильно любят деньги. Просто понимаете, действием Apple, что они снижают ставку с 30% до 15% все же означает, что компания борется с монополией на их платформе. А это как раз таки и была главная претензия к Apple от Epic Games. Соответственно, если после снижения комиссии от Apple в App Store, эпики все же не прекратят сжаловаться на Apple, то можно смело заявлять, что эпики сами являются монополистами и Apple здесь абсолютно никак не виноваты. Да то, что эпики сами виноваты и Apple тут абсолютно ни при чем, было понятно еще с самого начала. Запомните, в том, что Fortnite удалили с iOS, компания Apple никак не виновата. У компании была своя политика и свои правила размещения приложений на их платформе. Эпики что их сделали? Нарушили, при этом знали о последствиях. Соответственно, они их получили. Их хэштег FreeFortnite мы должны применять не по отношению к компании Apple, а по отношению к Epic Games. Epic Games именно та компания, которая рубила больше всего денег на iOS платформе. Они делили какую-то часть и отдавали Apple. Они хотят еще больше денег. Они решили все себе забирать, а так нельзя. Поэтому их оттуда и удалили. Я вот просто искренне призываю, пожалуйста, эпики. Конечно, уверен, мое видео никому нафиг не нужны, там из Epic Games. Но я вот умоляю, пожалуйста, решите этот вопрос. Удалите эти донаты, платите сколько угодно. Вы знаете, сколько вы игроков потеряли? Вы потеряли просто все мобайл комьюнити. Вместо этого конфликта вы бы могли заработать в десятки раз больше. Но вы почему-то решили покачать права во всем мире, и поэтому миллионы игроков лишили своей любимой игры. Ладно, я бы вас понял, если бы у вас были бы пути отступления. Например, на андроиде у вас была бы там гигантская аудитория, вы бы рубили с андроида кучей бабок. Но вам же посрать просто Fortnite на андроиде. У вас нулевая оптимизация на любом андроид-устройстве. Вы понимаете, почему игроки должны заниматься тем, чтобы оптимизировать Fortnite? Это должны делать именно вы. Почему мы должны искать какие-то новые способы установки 60 FPS, скачивать какие-то нестабильные АПК-файлы? И то, вы блокируете эти все способы. Вот был хороший способ склонированного приложения. Где он? Вы его просто удалили. Вы бы хотя бы его оставили, чтобы игроки сами как-то выбирались из этой ситуации. Но вы просто отрезаете все пути оптимизации Fortnite на андроиде, при этом сами ничего не делаете. Как вот это вот понимать? Это же прямое наплевательское отношение к мобайл-игрокам в Fortnite. При этом все же у вас любят при этом, вам платят за это, вам донатят миллионы в день. Вы хоть добычицу каждый день выпускаете в ежедневный магазин Fortnite, будете самой богатой компанией в мире. Ну даже при всех вот этих вот раскладах, что у вас компания в золоте купается, вы все равно вот ничего не делаете. Говорите, вот реально, сейчас мы будем поддерживать ПК-игроков, игроков на консоли, а про мобайл-игроков мы забудем. Я считаю, это полная фигня, я считаю, эпиком надо задуматься над своими действиями и принять какое-то решение, чтобы все были довольны, а не так, чтобы поддерживать одних, но при этом тонут другие. В общем, ребят, делайте выводы из этого сами, мне больше нечего сказать. По традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego. Субтитры сделал DimaTorzok